Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики в студии Нина Горенова. Сегодня в выпуске. В Татарстане растут цены на капусту и гречневую крупу. В Казани подорожали гостиничные номера. Должна ли индексация зарплат стать обязательной? В Татарстане дорожает гречка. По данным Государственной службы госстатистики, за месяц цены на эту крупу выросли на 5% или на 3 рубля. С начала же года гречка подорожала уже почти на 6 рублей. Продолжают расти цены и на белокочанную капусту. За неделю рост почти на 4%. За месяц капуста подорожала на 2 рубля или на 10%. Эксперты связывают рост цен с сезонным фактором. Напомним, власти республики заявили, что собираются строго следить за вопросами ценообразования на социально значимую продукцию. В случае необоснованного роста цен будут срочно приниматься меры антимонопольного реагирования. Впервые в этом году зафиксирован рост оборота розничной торговли. Это самый яркий индикатор потребительского спроса. В марте показатель вырос более чем на 10% по сравнению с февралем. В первые два месяца года наблюдалось падение розницы. В феврале минус 3% по сравнению с январем, а в январе снижение более чем на 26% по сравнению с декабрем. По словам экспертов, рост оборота розничной торговли это очень хороший знак. Он говорит о начале некой стабилизации в экономике. Раньше склонность к сбережениям росла в условиях растущей нестабильности. Просто люди сберегали больше. Сейчас, может быть, больше уверенности стало на потребительском рынке. Но тут это волнообразно идет. Проживание в казанских отелях стало дороже. К такому выводу пришли аналитики портала Тревага.ру. Цены на стандартные двухместные номера в апреле выросли на 5% по сравнению с мартом. При таком размещении за сутки в среднем придется заплатить 3272 рубля. В среднем в России ценник на двухместные номера подскочил на 9%. Значительнее всего стоимость размещения выросла в Санкт-Петербурге и Туапсе на 20%. А во Владимире, Твери, Пскове, Великом Новгороде гостиничные номера, напротив, подешевели на 5%. Тем временем загрузка казанских отелей на майские праздники составляет от 76 до 94%. По данным портала travel.ru, Казань вошла в тройку популярных направлений на майские праздники после Москвы и Санкт-Петербурга. Индексацию заработной платы предлагают сделать обязательной. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму страны. Сейчас же многие работодатели не считают необходимым повышать зарплаты в связи с ростом цен. На многих предприятиях индексация не производилась несколько лет. По мнению автора законопроекта, повышение заработной платы в связи с инфляцией должно быть обязательным во всех компаниях. Для этого нужно определить минимальный размер прибавки, а он должен соответствовать уровню инфляции в регионе. При этом в документе указано, что индексация может не проводиться в том случае, если месячная зарплата работника превышает десятикратный размер прожиточного минимума в стране. Никто не будет возражать против роста зарплаты, но она должна быть адекватна росту производительности труда. С этим у нас не очень всегда хорошо. У нас и так вот в предыдущие годы производительность труда росла медленнее, чем зарплата. Это очень плохо для экономики. Ну вот сейчас, возможно, некоторые резервы появились, но я думаю, все-таки это связано со стимулированием спроса. Оживлять спрос нужно, потому что проблема роста экономики, она связана с состоянием спроса. Спрос, когда падает, видимо, хотят заодно и стимулировать спрос. Надо с другой стороны подходить к этой проблеме, надо облегчать условия ведения бизнеса, улучшать инвестиционный климат, тогда зарплата сами будет расти, а директивно такие вопросы решать невозможно. Центробанк решил тщательно изучить работу ломбардов. Регулятор разослал всем участникам рынка, в том числе и в Татарстане, анкеты с вопросами об их деятельности. Таким образом, Центробанк собирается усилить надзор за всеми сегментами рынка микрофинансирования, к которым относятся и ломбарды. По итогам анкетирования будут составлены специальные надзорные карты с детальным анализом работы ломбардов. Однако многие участники рынка оказались не готовы к такой проверке. Те пункты, которые указаны в анкете, они, во-первых, не всегда актуальны для ломбардного рынка, во-вторых, они повторяют во многом отчетность, ту, которую ломбарды сдают, уже предоставляет Центральный банк. А некоторые информации относятся к коммерческой тайне, ноу-хау, или которой, собственно говоря, не очень хотелось бы многим ломбардам делиться. Ну, со стороны Центрального банка я не думаю, что стоит задача закрывать все ломбарды. Сейчас больше, я думаю, что именно понять, как ломбарды работают. Сейчас достаточно сложная процедура закрытия ломбарды. Нужно несколько раз не сдать отчетность, либо не исполнить несколько предписаний. Отметим, что в прошлом году Банк России подал иски о ликвидации 636 ломбардов. В первом квартале этого года в отношении 174 компаний. По словам экспертов, из-за усиления контроля со стороны ЦБ, некоторые ломбарды начали перепрофилироваться в комиссионные магазины. Таким образом, их деятельность выходит из-под надзора ЦБ. По мнению участников рынка, эта тенденция будет продолжаться. Казанцы смогут оценить работу чиновников. Минсвязи Татарстана разрабатывает электронную систему по измерению общественной оценки эффективности деятельности власти. В этом году сервис будет протестирован на примере исполкома Казани. Через портал госуслуг граждане смогут оценить качество оказанной им услуги по шкале от 1 до 5. При этом будет оцениваться работа ведомства в целом, а не отдельно взятого чиновника. Стоит отметить, что анонимность исключена. Поставить оценку сможет только тот, кто зарегистрирован на портале. В майские праздники участникам Великой Отечественной войны обеспечен бесплатный проезд на поездах. Льгота действует до 10 мая. РЖД предоставляет бесплатные билеты ветеранам и одному сопровождающему. Причем количество поездок не ограничено. Оформить бесплатные билеты можно в кассах при предъявлении соответствующих документов. Это были новости экономики. До встречи.